Итак, сегодня было много разговоров про свободные десневые трансплантаты. И самая большая проблема, как я поняла, это с тем, что он то выживает, то не выживает, ситуация неуправляемая, и что с этим делать, никто не знает. Поэтому мы сейчас разберем очень быстро, какие они бывают, чем мы работаем на самом деле в практике постоянно, и для чего мы его используем, и какие есть нюансы, и почему эта ситуация должна стать в ваших руках управляемой, и как этого добиться. И опять нам в помощь будет математика. Итак, они бывают субэпитолиальные, полнослойные, полнослойные деэпитолизированные и недеэпитолизированные. Но это то же самое, что и полнослойные по сути. Кто-нибудь когда-нибудь делал забор субэпитолиального трансплантата? Он был очень моден в начале 2000-х. Иногда я встречаю хирургов, которые до сих пор ими работают, хотя у меня есть свое к этому просто отношение. Я не понимаю, зачем делать очень сложно и долго то, что можно сделать быстро и намного более качественно. Вы пользовались наверняка, Святослав, субэпитолиальными трансплантатами. Ну, я использую его, но уже как лоскут на ножке субэпитолиальный все-таки. Это другая немножко история. Иногда это действительно единственный вариант, который у нас остается. Что такое субэпитолиальный трансплантат? Это когда вы методом кармана, мышеловки, еще какого-то закрытого окна сначала расщепляете эпителий, потом делаете второй разрез, расщепляете еще раз от принимающего ложа и начинаете его оттуда, из этого кармана доставать. Манипуляция очень трудоемкая. Качество этого трансплантата, честно, на мой взгляд, достаточно сомнительное. Потому что особенно если он по традиции, как раньше нас учили, он берется в зоне премоляров, там очень много жира на этом трансплантате, его приходится иссекать. И вот это то, что мы получаем, в итоге это уже какие-то куски просто слизи после всей его подготовки. Поэтому я честно могу сказать, что я фактически с ним не работаю, но как метод, конечно, вам должна озвучить была. Полнослойный свободный десневой трансплантат. Метод открытого окна, самый простой, зона от первого маляра до бесконечности, куда у вас есть возможность и необходимость. Почему эта зона? Почему на сегодняшний день мукогенгивальные хирурги отказались от забора трансплантатов в области премоляров в связи с тем, что там очень много жировой ткани. И когда вы берете трансплантат одного качества и толщины, и снимаете с него весь жир, вы получаете истонченный, нежизнеспособный трансплантат. И вы можете только себе куда-нибудь прилепить на палец, его не надо уже ставить в рот пациенту, это бессмысленная работа. Соответственно, сейчас есть протокол от первого маляра, там, где плотная соединительная ткань, не имеющая никаких жировых отложений. Это точно. Деэпитализированный полнослойный десневой трансплантат – это просто так же забранный десневой трансплантат, деэпитализированный непосредственно у вас в руках, в лотке. Где применяются свободные десневые трансплантаты? Да очень много где. На самом деле, это любые двухэтапные методики. Вести булопластики с трансплантатами, устранение рецессии, тоннельные методики, устранение множественных рецессий. Там, где везде есть показания, которые мы, исходя из таблицы и схем, будем с вами еще раз пытаться туда вникнуть, в эту таблицу, и посмотреть, где есть показания для применения свободного десневого трансплантата, где нет, будем выбирать методику. Везде применяется свободный десневой трансплантат. На сегодняшний день это не моя точка зрения, даже не кидайте в меня камни за это, но существует такая мысль, что если врач, хирург, ну просто в Европе, у них хирург – это тот, кто удаляет зубы, а тот, кто периодонтист – это парадентолог, это как бы другая ступень, она намного выше. Так вот, парадентолог, хирург, не умеющий брать, фиксировать свободный десневый трансплантат, он просто не существует. Такого не может быть. Выходя, заканчивая пятый курс университета, это умеют делать все студенты. Ну это так. Поэтому мы тоже будем это уметь делать. Методики забора свободного десневого трансплантата мы уже обсудили. Это субапитериальные трансплантаты, которые забираются мышеловкой или конвертом. Заживает это первичным натяжением. Ни того абсолютно не стоит, потому что заживает плохо. Очень часто вот этот вот слой эпителия, который остался во рту, он некротизируется и вызывает, в общем, кучу неприятных осложнений. А еще то, что там идет травма надкосницы, однозначно всегда тоже, в общем, как бы дает болевые ощущения. И пациент это в послеоперационный период очень усложняет для заживления и для утечения. Я сразу скажу, просто я уже давно не пользуюсь этой методикой. Или метод окна, это заживление вторичным натяжением. Но если вы оставили надкосницу на донорской зоне, откуда вы взяли трансплантат, через 7 дней ваш пациент будет в абсолютном порядке, там будет все запитализировано. Ваша задача при заборе не повредить надкосницу и оставить хоть немножечко самый тоненький слой соединительной ткани, если это позволяет анатомия индивидуальная пациента. Иногда приходится... Вы сразу увидите, если вы порезали надкосницу и увидели ее на донорском участке, вам нужно просто предупредить пациента, что будет очень сильно болеть. Болеть будет очень сильно, дней 10, потому что пока она не закроется, пока она не восстановится, там ничего не сделать. Никакими обтураторами это не закрывается, ни повязками, ничем. Она будет болеть. Но если биотип необный в этой зоне позволяет не травмировать надкосницу, это оптимальная ситуация. Помните всегда, что вам не нужен очень толстый трансплантат для того, чтобы восстановить ткани? Какой он должен быть? Сколько он должен быть толщиной? Оптимальный трансплантат? Три-четыре миллиметра? Три-четыре миллиметра? Это у вас тут такие десны есть? Хорошая в таких условиях работать, я тоже хочу. Да нет, четырех миллиметров я не помню, ни у кого еще. Два миллиметра. Два миллиметра, да, это то, что мы говорили, это граница среднего и толстого биотипа. Вы не забывайте, что вы его еще доэпитализируете, чаще всего, если мы его в закрытые какие-то методики применяем. И еще будете, если он привезти в булопластике, будет адаптация краев трансплантата для того, чтобы он правильно прилегал к принимающему ложу. Там есть нюансы, он будет истончаться в этой ситуации. И вы же, у вас, например, вот вы проткнули, померили биотип небный, у вас 4 миллиметра. Вы же не все эти 4 миллиметра забираете, вы же надкосница оставляете, да, там, на донорской зоне. И еще какой-то небольшой слой соединительной ткани, чтобы быстрее и легче восстановился ваш пациент из этой ситуации. Но 2-2,5 миллиметра это вот золотой стандарт, и больше он не нужен. Тем более, что если он такой толстый, там есть нюанс, он плохо прорастает коллатералями сосудистыми. для того, чтобы тоже они росли, вот эти сосуды, у них есть определенная скорость роста сетки, вот этой капиллярной. И чем толще, тем дольше это будет происходить, его может не хватить просто потенциала туда. То есть, вот здесь не как в олимпийских играх выше, сильнее, быстрее. Здесь все-таки есть границы, когда он, толщины его. Это к тому, что нам не надо стремиться его забрать самый толстый, как у там, не знаю, как бивень мамонта, он не должен быть такой. У него есть определенные параметры. Очень тонкий трансплантат, к сожалению, имеет право на нежеспособность. То, что у вас получается, если это меньше миллиметра, это очень-очень нехорошо. Вы это сразу имейте в виду, что даже когда вы первично, когда мы делаем анестезию для забора в донорской зоне, я измеряю всегда, таким уже как мы биотип мерили, я всегда измеряю глубину. Особенно, если я беру большие протяженные трансплантаты, длинные, да, такие, извините, я измеряю длину, глубину, биотип в нескольких точках, чтобы понимать даже архитектонику неба, как может меняться толщина его, не забывайте. Он может быть в области первого премоляра тоньше, а в области третьего премоляра или за ним бугра толще, и тогда ваше движение скальпелем при заборе трансплантата тоже будет меняться. очень много нюансов, но чем тщательнее вы будете готовиться к этому вопросу, тем стопроцентно будет управляемая ситуация, в которой вы работаете. И вы не будете подпрыгивать, подскакивать, приглашать пациентов через 5-7 дней, чтобы смотреть, умерло у него там что-нибудь или нет. Вы просто будете уверены, что там все в порядке.